А сейчас мы позвоним ФСБ России по городу Кемерово и спросим, почему они пацанов посадили. Управление ФСБ дежурный. Алло, здравствуйте. Это наша Кемеровская, да? Да, Кемеровская. А, скажите, пожалуйста, а вы знаете таких Максима Лаврентьева? Это канал у них на Ютубе есть, не будь инертным. Нет, не знаю, а что? Их просто в тюрьму посадили. И? За то, что они вашего коллегу-мусорка залили перцовым баллончиком. Какого нашего коллегу? Из ФСБ, из вашего управления. Он их ограбить хотел, а они его залили баллончиком. А с чего вы решили, что это наш коллега? Как он в своих показаниях так сказал. В своих показаниях? Ну ничего не могу, это по этому поводу. Он просто решил, что все должны были догадаться, что он сотрудник ФСБ, потому что он был одет, цитирую, в деловой костюм и опрятный. Что дальше? Нет, просто нет времени, объясняй, просто пойдите выпустите из СИЗО. Кого выпустить? Максима Лаврентьева. А еще кого выпустить? Нет, я не знаю, кого еще выпустить. Еще там Сергей Каменских под домашним арестом, его тоже выпустите. Его тоже? А вы не под арестом? Да, но он по домашним арестом, ничего страшного. А? Вы не под арестом? Не, я из Мордовии давно освободился уже. А, из Мордовии, да? А как вы считаете, я уполномочен освобождать из под ареста? Или это делают судебные органы? Послушайте, ну нет времени объяснять, когда экстренная ситуация, надо человека срочно освобождать. Явно пацан ни за что сидит, поэтому давайте-ка на сторону народа, и я вам зато скажу, кого можно на его место посадить. Да? Путина. Хорошо, спасибо. Путина посадите на его место? Да, вот в ту же камеру в подвале, где вы его в СИЗО перевели, пытаете. А вы говорите, освободились недавно, да? Давно, но это не важно. Давно? Назад хотите, наверное. А что назад-то? Так вы что-то только так, за что мне назад-то? Я по закону живу. Не, ну вы просто так говорите, того посадите, этого, вы, наверное, тоже хотите. Не, я не хочу, не, ну если бы меня с ними не посадят, с Путиным, да, если бы меня с Путиным посадили, я с него спрошу, понимаете, по понятию. Вы спросите с Путина? Да. Он же вор. Вы не знали? Что еще раз? Вы не знали, что Путин вор? Путин вор? Он у вас что-то украл? Да. Что он у вас украл? Деньги. Все сбережения. Деньги? Да, вернее, половину сбережений. Ну вы тогда пойдите, обратитесь на него в суд, подайте заявление. Сказали в ФСБ. Я просто пошел в полицию написать заявление, что у меня половину сбережений украли, да, а мне сказали в ФСБ обращайтесь, потому что инфляция зависит от Путина и надо Путина, короче, арестовывать. Вы же в Мордовии, да, находитесь? Нет, я в Кемерово нахожусь. А, в Кемерово. То в Мордовии, то в Кемерово. Ну пишите в ФСБ заявление. Так вы же в ФСБ, вы что, не можете Путина что-то посадить? Я вам уговорю, пишите заявление, что, какое вопрос? Это же ваше законное право. Да, это, конечно, право. А вы не можете с моих слов записать вот по телефону, нет? Только надо лично пить. Это надо паспортные данные и так далее. А, чтобы подать заявление, паспортные данные нужны, да? Конечно, вам же надо ответ, правильно? Ответ вы на паспортные данные отправите в Мордовию? Вы определитесь, вы в Мордовии, в Кемерово, вы... Не, просто зачем паспортные данные, чтобы заявление написать нужно? Ну, я объясняю вам. Чтобы вам ответить, чтобы удостовериться, что вы именно тот, кем вы представляетесь, правильно? А зачем удостоверяться-то, что я это я? У нас же презумпция доверия к заявлению. Вы же это хотите, заявление о преступлении, что у вас... А как мы должны расследовать? Иванов Иван Иванович, да? Не, просто потерпевшим признать российский народ из тех, кто пострадал. Ну, кроме мусоров, конечно. Что значит мусоров? Почему так вы выражаете? Вас же никто не оскорбляет и не говорит... Так и вас никто не оскорбляет, вы же не мусор. Вот, смотрите. А сотрудники полиции здесь причем? Ну, сотрудники полиции, это сотрудники полиции. А вы думаете, что что, все мусора... Вы, вот, когда, смотрите, когда у вас что-то происходит, вы куда бежите? С сотрудникам полиции, как вы говорите? Так вот, как обращались, да? Нет, когда у меня обычно что-то происходит, я обычно бегу от сотрудников полиции. Потому что обычно они мне хотят сделать что-то плохое. У вас не лады с законом, да? Нет, у меня не лады с мусорами. С какой-то разберитесь сначала. У меня не лады с мусорами, а не с законом. С законом у меня все нормально. С полицией у вас, да? Нет, с мусорами. Вы путаете, понимаете? Вот вы думаете, что полиция и мусора это одно и то же. На самом деле это не одно и то же. Кто такие мусора, могу вам рассказать вот четким определением. Мусора это должностные лица, которые используют свое служебное положение не во исполнении своих служебных обязанностей, не служат народу, а используют его для своих должностных преступлений и иных преступлений. Для того, чтобы прикрываться своими погонами, своими должностями и прочее. Вот как этот ваш коллега, который... И вы вот смотрите, вот всех сотрудников полиции называете вот именно вот этим оскорбительным словом. Вы меня услышите. Я три раза сказал, что не все, но большинство. Большинство. Но полиция, по большому счету полиция, ФСБ и там какие еще органы, прокуратура, там все вот эти вот органы, по идее, вот де-факто, да? Они не должны быть такими. Но фактически в России, конечно, большинство преобладают именно мусора. Ну, вот вы оценку с чего это делаете? С личного опыта. С своих субъективных каких-то... С моих субъективных суждений, с того, что я вижу, что происходит вокруг меня. С того, что я вижу, что люди невиновные сидят ни за что, да? За то, что грабил их мусор, да? Мусор. Вы представляете, человек грабит другого человека и сажает потерпевшего в тюрьму. Это как, нормально вообще, нет? А вы с чего это решили, что они невиновные-то? Вы видос посмотрите. Да при чем здесь видос? Я могу много видосов вам там сказать. И что вы определите, кто вы, степень вины, как можете определять-то по какому-то видео? Вы знаете, что там фейковые, там всякие... Какие фейковые? Ну, какие фейковые? Ну, слушайте, ну... Ну, я своими глазами это вижу. Ну, какие фейковые? Что вы сейчас говорите, как из Соловьев-Киселев? Своими глазами по видео. Ну, слушайте, ну там же не мультяшные картинки, да? Ну, есть на это все суд, который определяет степень вины человека. Судей, которых назначает Путин, с консультацией с ФСБ, да? Снимайте, у вас все виноваты, кроме вас. У вас претесты не виноваты. ФСБ не виноваты. Судей тоже виноваты. Прокуратура у вас тоже, я так понимаю? Ну, конечно. А как это все происходит? Прокурор занимается надзором. Хорошо, что вы такой молодец, отсидели уже, да? Вы ни в чем не виноваты. И перед гражданами, да? Да, абсолютно. За что у вас, кстати, срок был? 283 Прим-1. 283 нормально. Прим-1. И потом вы говорите другим, что кто-то виноват. Вы, хоть, знаете, что это за статья? Да я не собираюсь вам статьи, я не все знаю. Ваша последствия, кстати, ПСБ. Наше, да. Ну, вот, прекрасно. К тому же. Приходите к нам еще, пишите заявление, если у вас что-то есть. Но мы не выполномочены кого-то освобождать, там, из СИЗО и так далее. Ну, хотя вы просто Путина посадите. А мы потом уже решим, кого освободить. Да. Путина, да. Если будет за что, и посадим его. А что, не за что, что ли? Ну, приведите конкретные доказательства. Конкретные, что именно это его вина и так далее. Конкретные доказательства. Его зять, Кирилл Шамалов, близкий родственник, занимался госконтрактами. В период с 2008 по... Смотрите, да? Что? Смотрите Навального дальше. Вы еще скажите, что ФСБ его пыталось отравить. А что, нет? Нет, вы просто трусы ему стирали, да? Всей конторой. Понятно. Гоняли в Омск и стирали ему трусы, да? Все с вами понятно. Не, ну а что, честно скажите, а что нет? Не пытались его отравить? Нет, конечно. Ну, вот смотрите, вы логику можете включать? Ну. Зачем его отравить? Чтобы убить. Чтобы убить? Это не мог сделать какой-то бомж? Мог. Или еще просто его ткнуть или палка ему по башке, да? Мог. Мог. Зачем его отравить? Зачем такие сложности? Я вас объясню, то что вот, вы знаете, у маньяков, да, вот у Чикатило есть свой почерк, да? У, там, кого-то еще, там, другой почерк, да? Кто-то там режет ножом, кто-то исполосовывает. А Путин, он травит. Он использует самый подлый механизм убийства. Он начал его применять еще в начале 2000-х годов, когда травил, ну, а делал относительно легализованные убийства, он травил таким образом вот этим же самым новичком чеченских террористов, да? Вы знаете, там, этого, как он, Абубакара, там, еще кого-то там письмом, типа, с ядом он отравил. Там совсем другое было. Другое. Я что и говорю, что это другое. Но потом он начал использовать это для устранения своих конкурентов, потому что, когда убили Магнитского, да, в тюрьме, упс, это самое, ввели санкции. У вас все запутано, все, вообще. Ну, а как еще? Насколько вы вот это все смотрите и в голову себе вбиваете такую чушь. Это просто вот... Расскажите, что смотрите вы. Я смотрю новости, вот... Хорошо, смотрите, в глаза фактом, вот вы говорите, в глаза фактом взгляну. Ну, смотрите, вы можете анализировать или нет? А вы? Как вы считаете, вот смотрите, сотрудник ФСБ, да? Да. Который с ним разговаривал. Да. Прошло после отравления Навального, я уже, так понимаю, там, чуть ли не около полгода. Да. А как вы считаете, разбор полетов, если его даже травили, он когда бы происходил? Ну, разбор полетов с Путиным, я не знаю. Там не полгода прошло, там не два месяца прошло. Два месяца, ну, даже пусть будет два месяца. Как вы считаете, вот эту группу, если она действительно существовала, их бы спросили только через два месяца? Слушайте, ну, у нас есть вертикаль власти, или там... Или потребовали от них вот это разъяснение всех через, вот, там, два или три дня, или там на следующий день. Как вы считаете? Я вам объясню. Смотрите, у вас есть начальство, да? Вот у вас есть начальник, там, не знаю, в каком вызвании, скорее всего, там, каком-то прапорщик, там, или какой-то еще. И вот у вас есть, там, допустим, начальство, там, капитан, или там кто-то еще, майор, да? И вот вы ему непосредственно подчиняетесь. Вот он, скорее всего, вас бы спросил, допустим, там, через два дня, на тот же день, да? Как там у них переговоры? Вы думаете, вот такая лестничная система? Ну, конечно. Вот если вы в этом не разбираетесь, вот зачем вы вот голову забиваете тупостью такой? Ну, а скажите, а что, будет лейтенанта какой-то, какого-то лейтенанта там Путин вызывать, да? И говорить, вот, лейтенант, чувак, блин. Что случилось? А вы думаете, если люди выполняют такие задачи, то их будут кто-то вот по очереди вызывать? Я не знаю, как это происходит, если честно, в иерархии какой-то банды, но... Вот если вы не разбираетесь... Да. Я бы и не хотел разбираться. Вы можете, конечно, в это верить, там, другим, все это. А что верить-то? Ну, смотрите, есть же биллинг. Вот если бы вы, вот на вашем месте, был следователь там ФСБ, да, он же так же, точно так же, вот как у Навального, да, как там было, он бы взял, скорее всего, если его хотели отравить, значит, за ним следили, правильно? Так. Ну... Берешь все рейсы самолетов, сравниваешь имена, фамилии пассажиров, берешь флайд-манифрест. Это, ну, уже все вот это билингкетовское с интернета... Причем тут билингкетовское, вот, скажите, пожалуйста, вот, вы же можете, вы же сами, вот, как сотрудник, да, я уверен, что вам не составляет труда, да, если вы сами с этими данными не работаете, позвоните какому-нибудь своему другу оперу, который за пять минут вот эту всю информацию, которая в расследовании там пробьет, ведь не так ли? Да это, ну, Путин даже, он и не отрицал то, что за ним следили, понимаете? Вот, кому выгодно это, то, что его травить? Если... Путину. Такое происходит сразу, первоочередное, это будет на кого думать-то? На кого думать? Если бы они все нормально сделали, то ни на кого думать не надо было, он бы умер и умер, все, его тело бы сожгли и все, или там похоронили бы закопали, и кто бы никакие экспертизы не делал, вот на это был расчет, на то, что они сработают нормально, на то, что ФСБ у нас работает не лучше, чем, я не знаю, там, какая-нибудь газовая служба. Дальше, дальше с вами рассматриваем, он попал в больницу, в больнице нельзя было врача своего и там его добить, как говорится. Пытались. Пытались? Да. Смотрите, сколько получается ситуаций, там пытались, здесь пытались и не доделали. Ну дебилы, ну что вы делать, ну дебилы, ну если дебилы, ну что сделаешь? Я тогда точно с вами согласен, ну дебилы, ну полнейшие. Ну дебилы, ну понимаете, если бы я, может, не имел, если бы я, может, не имел опыта общения с сотрудниками ФСБ, да, то я бы, может, я бы думал, что вот, я действительно вот до того, как я имел с ними первый опыт общения, я думал, что это реально могучная спецслужба, где работают профессионалы. После же опыта с ними общения, я понял, что там конченые дебилы. Ну не все, правда, там есть люди с мозгами, реально, есть, и там есть люди с мозгами. И их, скорее всего, больше, чем в других структурах. Но все равно подавляющее большинство там дебилов. Ну вот, я считаю, что если такую операцию проводить, да, сдобить ему даже в поликлинике, ну это даже, ну я не знаю. А тут и палка о двух концах в поликлинике была, понимаете? Могли бы сделать даже никакие непрофессионалы это. Ну настолько вот зря. Тут же палка о двух концах в поликлинике была, видите? Тут им надо было и яд вывести, да? И как-то сделать так, что он либо умер уже, да? Либо яд вывести, чтобы никто не нашел его следы. Понимаете? То есть тут я не знаю, как они решение принимали, в любом случае, но я не знаю, когда их, видимо, когда власть сменится. А в Германии они его отправили, да? И не боялись то, что там какие-то следы будут. Боялись, но их же главное... Опять же противоречит всему этому. Они боялись, поэтому они и прокапывали его, и выводили все следы, и все стирали. И им главное этот, как он, не химик, а кто-то там сказал, что все, можете его выпускать, двое суток прошло. Он же быстро ядр этот растворяет. Ну так прокапать его, еще добить, но если его прокапывали, ну врач... Значит, в какой-то момент приняли решение, значит, в какой-то момент приняли решение, что оставить его в живых уже. Вот смотрите, он живой, больше нужен Путину, чем мертвый. А зачем он туда пытался убить? Я вам это могу сказать, то, что следили, это да, возможно, что за ним там ходили люди. Случайно медики и случайно химики, да? Там включили, какие медики, какие химики. Ой, ладно, вас переубеждать, это просто логику включить. Но вот вы же с оперативной работой связывали. Ну, может, не связывали, может, не связаны были, но стопудово вы же есть опера знакомые, да, и кто там негласным наблюдением занимается, да, и как там скроу у вас служба есть, да. И вы же все, ну, вы же по-любому, даже если не участвовали, то вы там, ну, на слуху, как они работают, да, примерно. Вот какая может быть наружка, когда они с Навальным следуют, он самолетом, а не поездом. Или там с разницей в два дня. Зачем они следили там два дня? Какой смысл за ним было следить через два дня, после того, как он там уехал, приехал? Ну, вот даже, вот, 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 смотрите, если бы за ним вот наружка была, он бы ее даже не заметил. Да, возможно. Он бы ее просто не заметил. Возможно. Так он и этих не заметил. А, скорее всего, она и была, и наружка была, только наружка была отдельно вот от этих чуваков, которых он показал. Да. Да. Ведь он же там говорит, что оперативники работали нормально, и оперативники, скорее всего, я уверен, что они сработали нормально. Вот, а, ну, Где-то просто пошла, я думаю, накладка, как сказать, и все. Просто обидно, знаете что, обидно то, что вот вы идете на службу, вы даете присягу, чтобы народу защищать, служить и так далее. И обидно, что находятся среди вас люди, которые готовы не народу служить, а выполнять преступные интересы, какие-то шайки, прислуживать каким-то упырям, каким-то бандитам и убивать людей. Не брали ситуацию в то, что дискредитация органов, как ФСБ, это было сделано спецслужбами иностранными. И Навальный тут специально был. Спецслужбам иностранных делать нечего. И они могли его и так же и травануть, но не до конца, чтобы раздуть все это. Об этом не думали? У вас в голове никак не это? Да, если они это сделали, они, ну, во-первых, им это нафиг не надо, я думаю, что везде в мире, я вас... А почему это не надо? Потому что всем насрать на Россию. Потому что это только вот в голове у россиян, думаю, что кто-то хочет захватить Россию и так далее. Всем пофиг на Россию. А зачем тогда санкции из-за Украины на нас накладывают? Блин, потому что... Если насрать. Потому что они не хотят, чтобы государство-гопник нападало на другие государства. То, что, по сути, Россия творит у себя со своими гражданами, ну, там, за исключением какой-то дичи, да, пофигу, но когда она захватывает территорию других государств... Мы сами себе уже противоречите, что мы никому тут не нужны, а тут, получается, санкции накладывают... Никому не нужны, пока мы не лезем никуда. Пока мы не лезем, пока мы не совершаем, пока мы не нарушаем норму международного права. Какой смысл устраивать какие-то операции в нашей территории? И второе. Если эта операция была проведена... Смотрите, а вы про норму международного права... Смотрите. Американцы убили иранского там генерала. Замечательно. Замечательно? Это ужасно. Это нет, это ужасно, но... Они ничего не нарушили норму международного права? Я не знаю, но пусть Россия ведет против Америки санкции. А когда они в Ираке показали, пробиркой потрясли, потом разбомбили весь Ирак, убили президента, повесили его там, казнили. А потом сказали, что не нашли никакого там химического оружия. Россия нужно немедленно вводить санкции против Америки. А какие нормы права говорите? Почему если американцам можно нарушать все и вся, а нас санкциями и говорит, что мы такие плохие? Ну, а Америка, насколько я знаю, не захватила ни Ирак, ни Иран. Не захватили? Не захватили. А вы знаете, что все практически там вышки, которые нефти, они сейчас принадлежат практически американцам и под контролем у них? То есть так же, как в России? То есть Америка захватила Россию? А? То есть Америка захватила Россию, потому что, если вы не знаете, то у нас тоже почти все вышки нефти принадлежат либо англичанам, либо американцам, если вы не знали. Ну не все, нет. Ну не все, да, ну просто 75%. Есть, но основное это месторождение, они под контролем государства. Ну, но добывают-то кто? В смысле добывают-то? Ну добывают BP, американские компании, английские компании. Это есть, это есть, ихние, да, вышки, где они добывают. Но основное добывают, вон, Газпром и так далее. Да, Миллер, Миллер, Сечин с зарплатой в 3 миллиона рублей. Ну, есть такие, я с вами не спорю. И плюс, скажите, пожалуйста, если даже спецслужбы американские, ну там какие-то там западные провели какую-то там операцию, да, отравили Навального. Если же за Навальным следили сотрудники ФСБ, то не дискредитируют ли даже в таком случае это их? Если они следили за человеком, и тут его, получается, за ним следили другие иностранные спецслужбы, иностранные, которые, ну, не знают ни местность, ничего, и допустили его отравление. Где тогда, где, почему не задержали отравление? Понимаете, они же хотели, вот, насколько, тоже есть такая версия, что, вот, когда с бельем с этим работали, они хотели обнаружить именно следы вот этого отравляющего вещества. Понимаете? А зачем вы его обнаружите, если они же его и нанесли? Кто они? Если он сказал, замывали. Ну, замывали, правильно, чтобы обнаружить. Это как делается? Делаются смывы. Делаются смывы. Да, смывы, вот, все. Они замывают, чтобы следов не было. Ну, смотрите. Я вообще не понимаю, нет, в этом плане, я вообще не понимаю, какой смысл было стирать эти трусы, если их можно было уничтожить. В этом плане я тоже не понимаю, например. Вот же, вот именно. Вот видите, сколько нестыковок. Ну, это просто, ну... Ну, я думаю, что нужно было взять всех этих людей просто... Тупость полнейшая. Тупость полнейшая, я абсолютно согласен. Я думаю, что нужно было, во-первых, возбудить уголовное дело, и в рамках его провести все эти снеоходимые следственные действия. По... По 105-й? Ну, и хотели, запросили же с Германии, и все, хотели подключиться. Ничего там не возбуждено. А, во-первых, с Германии отправили ОЗХО, с Организацией по запрещению химического оружия в Россию, все данные, все заключения, все выводы экспертизы. Плюс, как вы говорите, с Навального же кровь взяли в больнице, да, по-любому же? Да, и там ничего не было. Нет. У наших-то анализов нету. Путин сказал, что анализов нету, что ничего не делали, ничего не брали. Путин сказал так. Нет, анализы взяли, анализы взяли. И что, там еще нет? Нет, ничего в наших анализах, ничего нету. То есть, волшебным образом в Германии появился новичок, которым его отравили и подсыпали в анализы, да? Ну, тут, видите, задача со многими неизвестными. Ну да. Так что, вот такие вот дела. А с этими, как вы говорите там, фамилии, которые сидят сейчас? Не будь инертным-то? Ну, не будь инертным, я-то их не знаю, кто они там такие. Ничем помочь вам не могу. Решит, как решит суд. Решит, что они невиновны. Отпустят ребят. Вас хоть раз судили? А? Вас хоть раз судили? Меня? Угу. За что? Не знаю, ни за что, может быть. Управление ФСБ дежурной. Алло, да. Алло. Алло, да, так вас хоть раз судили? Если бы меня судили, как вы думаете? Я бы сейчас с вами разговаривал. Ну, смотря как успешно посудили. Ну, так вот, когда вас будут судить, ну, вероятность этого высока, да, достаточно? Вот. Когда вас будут судить, вы тоже, а? А с чего она высока, вероятность? Она в России, в принципе, высока. Понимаете? В России, в принципе, такая. Да. И когда вы тоже будете думать, что суд разберется, да, все так думают. И, поверьте мне, это не так. И когда вас закроют ваши же коллеги, не исключено, что ваши же коллеги, с которыми вы вот работали, общались там, и когда вас будут закрывать, да, и может ваши коллеги же вас будут и пытать, да, и когда вы приедете на суд по мере пересечения, да, будете, ну, высказывать свою позицию, высказывать свое мнение, там, по данному делу, да, и когда судья вас послушает, и вы тогда узнаете, что человека можно будет в тюрьму посадить за пять минут. Вот вы тогда это узнаете. И потом, когда вы думаете, ну, ладно, закрыли, ладно, сейчас посижу, следствие разберется. Следствие не разобралось, а потом вы думаете, ну, суд-то по существу, но не мог же мне дать 10 лет по приколу, да, я ж ничего не делал такого. Правильно? И когда то же самое будет на финальном суде, и когда вам дадут, там, ну, не может, не 10 лет, сколько-то лет, или там что-нибудь, да, признают вас виновным, и вот тогда вы поймете, что вы заблуждались. Как поняли это, ну, практически все, наверное, кто там побывал, он тот же Давидович был путинист до мозга костей. Два года, два года, десять месяцев посидел, ему это вообще хватило, чтобы всю эту систему узнать изнутри. И поверьте мне, ну, если вы ничего не делали, то я, как бы, ну, ничего противоправного, ничего противозаконного. Если вы действительно просто, как бы, ну, сотрудник ФСБ, так получилось, да, у вас по жизни, то дай бог, чтобы это вас миновало. А так получилось, что я сотрудник ФСБ, так получилось? Не, ну, я имею в виду, что вы пошли туда не воровать, не убивать людей, и ничего такого не совершали, никакие дождественные преступления. То я надеюсь, что вас это минует. Убивать людей, вы о чем? Наша задача защищать людей, вы говорите, убивать людей. Ну, это если вы так думаете, то это хорошо. Если вы так думаете. Вот, но это, тем не менее, в России вы не заскрахованы. Я не думаю, я занимаюсь этим. Это еще лучше. Помогаем людям. Это еще лучше. Вот, вы, кстати, обсуждаете то, что там убиваем это, а как вы, кстати, сколько вы не знаете о тех делах, которые, допустим, раскрыли сотрудники ФСБ, которые предотвратили, да, ну, очень такие опасные вещи, которые могли бы человеческим жертвам привести. Вы же об этом не знаете. Ну что, теракты раскрыли? Потому что... А почему не знаем? Ну, не только теракты. Вот, все эти дела, которые, ну, очень большая часть, она не афишируется просто. Как это не афишируется? Не выходит в массы и нигде так не разглашает. А почему? Ну, как, допустим, полицейский там. Ну, потому что специфика работы такая. Смотрите, дело в том, что ФСБ, как орган, который возбуждает уголовное дело, как орган, который уполномочен его расследует, в том числе по статьям о терроризме, там у вас есть особая подследственность, да, госизмены, шпионаж, там прочее, да? Да. У нас же судопроизводство гласное и открытое, понимаете? То есть, каждое это дело, кроме со сведениями составляющими... Не по всем, не по всем, кроме дел со сведениями составляющими государственную тайну, кроме этих дел. Вот. Так, вот. Вот. И, но, приговор, он должен быть открытым в любом случае. По-любому, без, со всякими, ну, там, сведений составляющими государственной тайной быть не должно в приговоре. Но фактура, что за что, как, кто его поймал, должна быть. И вот, судя по вот этим делам, да, сотрудники ФСБ занимаются тем, что ловят ученых, которые сотрудничают с учеными других стран, и впаривают им 275-ю статью, или там какой-нибудь, какой-нибудь еще шпионаж какой-нибудь, и сажают их, потому что они легкие мишени. То, что ученые работают со сведениями составляющими государственную тайну, вот, и часто перемещаются за границу. Что бы их не, что бы их не, это самое, не посадить на 20 лет? Бывают, бывают и ученые, которые разглашают, и это бывает. Вот смотрите, отрабатывается, да, банк в подполье, ну, я так образно беру, да, человек. Его находят, его ловят, который там участвовал в таких вот вещах. Его, соответственно, ну, допустим, схватили, у него показания взяли. Нужно это оглашать, чтобы другие участники, да, узнали о том, что его взяли, и вот там, что он рассказал, то-то, то-то показания такие-то дал на других участников. Или это стоит скрыть? Ну, период следствия, конечно, стоит скрыть. Это следователь решает? Ну, вот, видите. Ну, у нас период следствия, даже по особо тяжким статьям, год максимум. Потом дело передается в суд. Дальше уже все должно быть открыто. Должно быть, должно быть. Ну, у нас в ФСБ существует 25 лет. Где результат? У нас результат только посадки чиновников, посадки этих самых, как его, ученых, непонятно за что, да, как вот придуманную госизмену. А, да. У нас везде гостайна, да, которая непонятно, как определяет. Вот вы хорошо сказали, а по чиновникам? По чиновникам, ну, недостаточно работы. Недостаточно? Я думаю, недостаточно. Хорошо, что их сажают, но эти посадки выглядят так, как разборки, просто властных структур, передел собственности, как говорится. Дело в том, что, видите, многое зависит от людей, которые, да, обращаются. Люди-то не идут заявлениями. Это очень плохо. Не просто так вот. Ну, конечно, я тоже, гражданская позиция должна быть какая-то, да, если у них там вымогают денежные средства, чтобы пойти на заявления. Некоторые боятся. А потому что нет доверия? Потому что вашему начальнику, грубо говоря, привык к вам заявлением, вашему начальнику занесут 2 миллиона долларов, а заявителя посадят? Какое доверие может быть? Если так думать, конечно. Если так думать, то никому доверять в этом мире нельзя. Не, ну просто кто-то боится, кто-то нет. Смелых людей мало. Плюс ваше наследие с НКВД, да, когда людей расстреливали и так далее. То есть доверие надо заслужить, понимаете? Если вы сейчас-то закрыли Путина, да? А НКВД, они только людей расстрелили, ничего хорошего не делали вообще. А, то есть, что Чикатило ничего хорошего в жизни не сделал, скажите мне? Давайте так рассуждать. Ну, убил он 80 человек, да, там, изнасиловал, там, или что он там, импотентом был, да? Но он же наверняка что-то хорошее в жизни сделал, так? Наверняка бабушку через дорогу перевел или что? Не, не готов, так, сделал что-то, что-то. Ну, любой человек в жизни что-то хорошее по-любому делает. Ну, давайте всех так мерить. Ну, расстреляли, подумаешь, 2 миллиона, еще 20 миллионов прошло через эти лагеря. Ну, подумаешь, ничего страшного, да? Ну, смотрите, давайте возьмем ту же Америку, да, вы же любите ее, в пример, ставить? Сколько они этих индийцев уничтожили? Положительный пример. А? Положительный пример. А вы знаете, как сейчас эти индейцы живут? Как они живут? Их практически не осталось, земель не осталось. Да ладно, это вы с чего взяли-то? Вы знаете, что тут есть отдельные индейские резервации? Смотрите, вы хоть были в Америке хоть раз? Как я могу быть в Америке? А почему нет? Ну, потому что запрещено. То есть, ваше государство вам не доверяет? Вы это государство защищаете? Оно вам не доверяет? Просто посмотреть мир? Нам запрещено, как сотрудникам, уезжать за границу в целях безопасности. Это не безопасность, это тупость. Смотрите, так вот, я вам расскажу, как происходит. Я вам расскажу, как происходит. Этим индейцам, во-первых, потомкам этих индейцев, сейчас выплачиваются огромные компенсации, идут огромные дотации. Тут есть особые зоны, да, в Америке, тут есть особые зоны индейской резервации, там, где живут потомки коренного населения. И только представитель индейского народа, да, тут даже есть особая такая штука, во всех анкетах ты отмечаешь, если, например, ты вот потомок этих индейских народов, у тебя идут особые системы. То есть ты не платишь никаких налогов, в этих резервациях только ты можешь открывать бизнес, то есть только индейцы, только коренное население. И ты не плачешь никаких налогов. А вы с индейцами разговаривали или по телевизору знаете? Нет, я там был, это видел. А, вы были в Америке? Конечно. Прекрасно, видите, как он. Я это видел своими глазами. И если бы вы поехали туда и увидели бы это своими глазами, чего так боится Путин, потому что, поэтому, видимо, не дает вам выезжать туда, то вы бы, наверное, задумались. А может, ну, а для чего, как это все происходит и почему у нас не так? Почему у нас не так? Может быть, задумался бы. Видите как? Может быть. И то же самое, почему у нас полстраны голосуют за Путина? Потому что они не видят альтернативы. Потому что они, ну, не в состоянии раскрыть глаза, и больше половины из них не выезжало никогда за границу. Никогда. То есть люди не видели, как живут там, где, в Европе, там, где, кто там, господи, кто там Соловьев говорит? Одни геи, гей-парады, что там еще? Загнивающий запад, да? Но люди не видели этого. Людям с телевизоров что говорят, то еще. А еще, вот, представляете, человек работает, да, думает, как прокормить семью, думает, что он сегодня есть будет. Что его дети сегодня есть будут. Приходит с работы, доедает вот кость, там, обгладывает, там, куриную, да, там, которую купил на остаток зарплаты. А ему с телевизора говорят, а Запад тебе придет, еще эту кость отберет. Конечно, он будет ненавидеть Запад. Потому что ничего больше нет. Пропаганда. Вам надо повесить телевизор, смотрите. Вам тоже. Смотрите Навального, вот. Вон он возвращается. Навального? Да. Смотрел я Навального, если честно. А как? Путин вам еще не запретил смотреть Навального? Ну, кто нам запретит? А, это вы сейчас так говорите? Это вы сейчас так говорите? Да. Школьникам уже запрещают, знаете, смотреть Навального. Да? Да. Не знаю, не слышал такое, не видел. Проводят там целые эти самые мониторинги, чем они в соцсетях занимаются, не дай бог, Навального подписан, и все. Ну, смотрите, даже президенту Трампу там все закрыли везде. Ничего страшного. И у них такое бывает. Ну... Везде твиттеры там и так далее удалили. Ну, конечно, если бы Путин призвал штурмовать правительство. Ну, всякие времена были. И у нас правительство штурмовали, если вы помните. В Белый дом стреляли и так далее. К сожалению, выводов не сделали. И все равно этот самый чекист-габист у власти. Вы вообще считаете, как нормально, что Путину власти 20 лет? Смотрите, если разбирать ситуацию, да, есть что-то, конечно, плохое и у нас в стране. Что-то хорошее также есть у нас в стране. Но есть также и что-то плохое. В той же Америке, хоть ее там все боготворят и так далее, что она там самая демократичная страна. Ну, посмотрите, сколько у них убивают полицейские. Сколько у них во время демонстрации. А все нас носом тыкают, что у нас во время демонстрации полиция применяет силу. Тех же Белоруссию, да, когда у них там были массовые вот эти акции. Что там по полиции или кто там, у них милиция ведет себя неадекватным образом, жестко обращается с протестующими. Почему они тогда нас сидят, они смотрят, когда у них такие вещи происходят. И полицейские применяют оружие и убивают людей прям, ничего страшного. И у них же намного больше. Не намного больше. Я вам так скажу, смотрите, во время штурма этого Капитолия... Намного больше. Смотрите, во время штурма этого Капитолия, да, было задержано, знаете, сколько человек? Я Капитолий, я Капитолий сейчас не беру. Ну, я вам просто скажу цифры, да, цифры. Задержано было 53 человека. 53 человека всего было задержано. Там 4 убито вроде, короче. И, ну, в общем, всего 53 человека. А в Москве... Всего 4 убито было. Да, в Москве в прошлом году за один день во время мирных протестов никто ничего не штурмовал, никто ничего не разбивал, не разбито ни одной витрины было. Знаете, сколько задержали? Полторы тысячи. Ну, так, значит, правоохранительные органы работают, правильно? Нет, это значит, что по беспределу задерживают за мирные акции. За мирные акции нельзя задерживать людей. За мирные протестные акции. Да нет, вот смотрите, если бы не задерживали, я так понимаю, что это люди, которые раскачивали толпу и на массовые беспорядки. Полторы тысячи? Вот и все. Да, почему нет-то? У нас же народ такой, один крикнул, другой подхватил. Но вы хоть раз были на митингах? Был, был. Когда зимний вихний был, а были? До такой ситуации, когда в Америке ландализм, да, там, они грабить начинали, магазины все вытаскивать. До такой степени надо было довести. Послушайте, ну, в Америке тоже, если, когда протест перерастает в немирный протест, то там полиция тоже действует нормально. Но вот это всякое, сколько там застрелили, сколько убили, оно обусловлено тем, что... Это нормально, когда там все разграбили, все погромили, это вы считаете нормально. А во Франции, вот, когда протестующие сжигают автомобили и так далее, это что, хорошо? Нет, конечно. Конечно, нехорошо. Ну, вот видите. Но, тем не менее, пока протест мирный, пока протест мирный, его нельзя разгонять, понимаете? Нельзя разгонять. Да. Я думаю, что если бы в России был народ не такой терпеливый, как сейчас есть, да, а был бы менталитет чуть другой, как вот в Америке ближе, да, то я думаю, Путина бы не спасла никакая Росгвардия, никакой ФСБ. Вы понимаете, что массы, которые выходят изначально на мирные, да, акции, можно раскачивать и уже в русло в другое все это переводить? Какое? На противозаконные, ну, такие же, так же вот поджоги. Ну, вот смотрите, вы вот придете, смотрите... Сушить магазины. Вот вы придете, вы говорили, были на митинге, да? Еще, вас кто-то там раскачает магазин поджечь или ограбить что-то? Есть люди, я же говорю. Но есть люди, но есть... У меня нет. Есть люди. У меня есть свой мозг. Вот. Который мне... Который мне... Который мне... Который мне... Который мне... Ну, не все же такие, я же за всех не могу говорить, что они такие, как я, допустим, да. А зачем вообще власть доводит ситуацию до такого, чтобы люди выходили на митинги, как вы думаете? А ситуации разные бывают. Вот смотрите, произошел у нас в Кемерово тогда пожар. И все, и люди вышли на митинг. А почему пожар-то произошел? Ситуация такая была, трагическая. В течение обстоятельств. В течение обстоятельств, это когда кто-то кому-то дал взятку, чтобы ввести огромный торговый центр без всяких мер безопасности, да? Вы понимаете, что это такая одна ситуация. Ну, сколько таких было ситуаций не только у нас. Люди погибали. Это трагическое. А кто-то вот такие вот блогеры, как этот, скажите, украинский. Вольнов. На этом... А? Вольнов. Как еще раз? Вольнов. Вот, вот, вот. А он на этом хайп ловил. И просто на гибели детей наших он смеялся и балдел. А вы смотрели его ролики? Я смотрел его ролик. Ну, вот эти вот прокемеровые, именно полные. Ну, вот. Просто такие люди, которые на горе, на нашем горе, они делают вот такие вещи хайпа и так далее. И просто прикалываются. А вам не кажется, что это очень хороший средств нашего общества был? Вот эти вот ролики Вольнова, когда он позвонил? Да это не средств нашего общества, а это его гнилое вот это. То, что он гнилой, это его проблемы. На таких вещах не делаются. Ну, послушайте, а то, что поп согласился делать откаты на этих вещах, это как? Это не средства общества? То, что училка в детском доме готова была дать детей для того, чтобы с Путиным... Прошу прощения, мы с вами уже долго разговариваем. Мне сейчас надо идти тут, что делать в работе. Путина арестовывать? Ну, ладно, давайте, Путина арестовывайте и... Да, да. Ладно, все. Приходите за заявление. Приятно было поговорить, я надеюсь, что вы не мусор. Вот, все. Всего вам наилучшего. Надеюсь, вы как-нибудь измените свою позицию. Ага, давайте, переходите на сторону народа. До свидания. Так, ну что, друзья? Я с ним, кстати, долго очень болтал. Нифига себе. Ну-ка. Так, что там? Что вы там написали? Нифига себе, ребята. Сколько тут времени? Ребят, с этим фейсбешником обычно фейсбешники, на самом деле, так долго не базарят, я вам так скажу. Это вообще какой-то уникальный случай был, и достаточно рассудительный. Давайте-ка почитаем, что у меня тут написали. Так. Добротный разговор, да, согласен, согласен. Так. Вам сколько лет, мужики, вы действительно верите, что ФСБ работает? А, ФСБ разговаривает. А с кем я разговаривал? Давайте позвоните сейчас, я вообще скажу телефончик. Давайте. Кто не верит, что я разговаривал с ФСБ? Плюс 7, 384, 258, 48, 2 0. Это управление ФСБ по Кемеровской области, друзья.